Всем привет! С вами снова я, Настя. И в сегодняшнем видео я расскажу вам о фильмах с интересной развязкой. Также там будут процессы фильмов про психовольницы, немножко мистики, немного ужасов и, скажем так, немножко детектива и экшена. Что ж, поехали. Я не буду рассказывать вам сюжет, потому что вы можете спокойно перейти по ссылочкам в кинопоиске, посмотреть трейлер и решить для себя, что вам больше понравилось. Я, пожалуйста, оставлю это как списком, который мне пришелся по вкусу. Итак, первый фильм называется «Обитель проклятых». Это история про психовольницу, врача и отношение его к пациентам и пациентке. Мне понравилось, книгу я не читала, хотя знаю, что снято, по-моему, по сюжету книги, но мне очень понравилась развязка, немножко непредсказуемая была для меня. Я так немножко удивилась, такая «Вау! Отлично придумано!» Кстати, да, написано по мотивам Эдгара Алла на пояс, я не ошибаюсь. Второй фильм называется «Остров проклятых». Это фильм Слеонардо Ди Каприо, он многим нравится. Концовка открытая, я бы сказала. Каждый для себя может решить, чем же он закончился, на чью позицию, на чью сторону встать. Следующий фильм, который я бы хотела вам порекомендовать, называется «Воздушный маршал». Это фильм про воздушного маршала, как вы понимаете. Здесь тоже, опять же, нужно угадать, главный герой, кем он является, что он себя представляет и каковы его действия в этом фильме. Также с данным актером есть еще один фильм, называется «Неизвестный». «Неизвестный» мне понравился побольше, чем «Воздушный маршал». Здесь герой, просто вкратце объясню. Главный герой, представьте, что у вас есть семья, вы попали в аварию, оказываетесь в больнице, говорите там «Я остановился в такой-такой-то гостинице, позвоните, пожалуйста, моим родным». Туда звонят и говорят, что «Что, он же здесь, он в номере». И когда вы приходите, вас родные не узнают. Соответственно, вы как бы являетесь прототипом, я бы сказала так, неизвестным человеком. У вас нет ни имени, ни фамилии, хотя вы знаете, что вы определенная личность, но все вас не узнают. Сюжет интересный, так что рекомендую. Также следующие два фильма, они тоже про психбольницу, относительно, по крайней мере, фильм «Палаты». Это фильм ужасы, его многие смотрели, но этот фильм скорее на два раза. Там тоже немножко необычная концовка, мне понравилось, потому что я думала, что это будет типичный ужастик. Но нет, они решили видоизменить сюжет, и мне это пришлось по вкусу. И следующий фильм называется «Безудержная», он с актрисой, которая уже умерла. Причем я узнала об этой актрисе случайно, после фильма «Город грехов». Она меня заинтересовала, и вот этот фильм пришелся мне по вкусу. Он спокойный, так что если вам нужно скоротать вечерок, то он вам подойдет. Лифт американский, не русская версия. Обычный лифт, в котором застревают люди, и постепенно люди начинают умирать. Не нужно, как понимаете, угадать, кто убийца. Мне понравилась именно концовка, немножко было неожиданно. Так что вы можете сами в начале просмотра фильма уже думать, кто из них плохой парень. Думаю, он придется многим по вкусу. Следующий фильм называется «Ключ от всех дверей». Он очень старый, многие его смотрели. Там тоже именно вся суть на концовке вот этой развязки, и она мне понравилась. Но единственный нюанс, что фильм немножко старенький, и не всем он понравится именно из-за визуального восприятия. И последний фильм, это фильм ужасов. Честно, я ненавижу этих кукол-марионеток, черевовещателей. Это вообще про фу. Это с самого детства. И вот этот фильм, он про таких кукол. Расскажу немножко сюжет. Главному герою доставляет, грубо говоря, что-то вроде гробика, в котором лежит кукла-деревянный черевовещатель. И эта кукла, она может говорить реальным голосом другого человека. То есть, я не знаю, там, ваши мамы, да, либо папа, вы сидите в комнате, вас зовут, а там кукла, а не человек. Вот это вообще просто. И там неожиданная концовка. В принципе, весь фильм, как бы, вы думаете, да, так, брехня, возможно, да, для многих пока не очень страшно. Но конец меня вообще, конечно, поразил. Вот, мне понравилось. Вот, он запомнился мне, наверное, один из... Знаете, есть всякие Аннабель, Аннабель, нет, Аннабель мне не понравилась. Она слишком простая, что ли, слишком простой фильм для меня, да. А вот «Мертвая тишина», он намного лучше. Так что, пожалуй, на этом все. Заранее извиняюсь за свой голос, у меня простуды, я до сих пор не поправилась. Вот, но обязывают работу снимать, пока ребенок рядом спит. На этом, пожалуй, все. Всех люблю, всех целую. Подписывайтесь на мой канал. Также оставляйте ваши отзывы, пишите фильмы, которые нравятся вам. Я могу не вспомнить сразу все фильмы, но вот те, которые, по крайней мере, отложились у меня пока в голове на данный момент, я вам оставила. Так что, переходите по ссылочкам в кинопоиске, смотрите данные фильмы, смотрите ролики, чтобы вам было более понятно, если я что-то не так объяснила. На этом, пожалуй, все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok